Друзья, всем доброе утро! На связи Виктор Паньков и мы начинаем математический анализ валютного рынка Форекс. Сегодня у нас 29 декабря, это крайний выпуск текущего 2020 года. Сегодня подведем небольшие итоги и посмотрим, какие движения у нас будут наиболее актуальны на начало 2021 года. В целом, можно сказать, что год был достаточно интересным. Конечно, для некоторых людей он оказался интересным в кавычках. Пандемия внесла свои коррективы. Такого безоткатного движения евро и американского доллара мы не видели достаточно давно. Поэтому будем надеяться, что в следующем году нас будут ожидать только приятные потрясения. Итак, евро-доллар. Евро-доллар пока что продолжает удерживаться почти на хаях. Вчера мы попытались пробить трендовую линию нисходящего тренда, линию сопротивления. Сначала нарисовали ложный прокол, затем, видите, отскочили. Но сегодня утром уже все-таки пробили ее и подтвердили. Поэтому высока вероятность, что в ближайшие несколько дней, по крайней мере до нового года и в начале следующего, мы пойдем в восходящем направлении. Здесь у нас есть ближайшая цель. Это целевой диапазон 1.22.65-1.22.75. Ориентируемся на него, как на первую цель. После этого ожидаем коррекционного движения. Коррекция, скорее всего, будет небольшой. Возможно, в район зеркального уровня поддержки и сопротивления. Ну а затем у нас есть более дальние цели. 1.22.88-1.23.119. Пока что, поскольку мы все-таки пробили локальный максимум чуть-чуть буквально, но вот эту котировку еще не обновили, идея о более глубокой коррекции у нас остается живой. Однако, хочу вас предупредить, что все-таки сейчас, судя по тому, как идет цена, что мы постоянно подтягиваем минимумы и обновляем максимумы, скорее всего, пойдем вверх на обновление хайов. Поэтому воздержитесь пока что от сделок в лонг. Если мы уж таки придем в этот диапазон, отсюда можно будет спокойно заходить с понятным стоп-лоссом. Цели снизу у нас остаются также прежними 1.20.91-1.21.02. Фунт-доллар вчера снизился до ключевого уровня. Как мы видим, один из ключевых уровней мы пробили импульсно, не было на него никакой реакции. Затем подтвердили его и улетели сразу же до следующего. 1.34.32 уровень, от которого мы оттолкнулись, пролетели вверх 60 пунктов. И сейчас пока что продолжаем двигаться в нисходящем направлении. Здесь можно отметить, что тенденция по фунту у нас располагает к дальнейшему нисходящему движению. Об этом мы говорили и на прошлой неделе. Но вот видим, что за счет и ослабления доллара, и положительных новостей о том, что все-таки Британия выйдет из Евросоюза со сделкой, сыграли свою роль и фунт укрепился. Есть цели сверху, есть цели снизу, достаточно ближайшие, и есть неотработанная ликвидность снизу. Поэтому приоритетное направление в данной ситуации рассматриваем больше в нисходящую сторону до вот этих пределов. Это у нас получается уровень 1.32.39 и диапазон 1.32.00, 1.31.61. Перед этим есть более близкие цели. Это уровень 1.33.39, 1.33.59, 1.33.74 целевой диапазон. После них будьте внимательны, возможно какая-то коррекция. Опять же к уровню поддержки и сопротивления. И после этого можем пойти вниз. Если же мы будем с текущих позиций уходить в восходящем направлении, то здесь стоит обратить внимание вот на эту проторговочку. Если мы закрепимся выше нее, то с большей вероятностью пойдем обновлять хай. Несмотря на то, что здесь как бы для того, чтобы его обновить, нужно еще подняться выше этой проторговки на порядка 65 пунктов. Тем не менее, ближайшая цель сверху это 1.36.87, 1.37.21. Пока что по текущей структуре данная цель у нас актуальна, пока мы не перебили данный локальный минимум. Доллар японская иена продолжает ходить в таком непонятном флете с небольшим преимуществом быков. Вчера мы подошли практически вплотную к ключевому уровню, который отмечали ранее. Это у нас был уровень не только по сетке Fibonacci, но еще и здесь мы видим сосредоточенные некоторые стоп-лоссы участников рынка. Ну и по-видимому вчера за счет спреда, поскольку спред у нас на разных брокерах разный, но тем не менее здесь мы все-таки сорвали эти стоп-лоссы и соответственно скорректировались в нисходящем направлении. Тенденция пока что продолжает быть более предпочтительной в восходящую сторону. Мы говорили с вами о том, в таком сценарии, что мы подойдем к этому уровню, сделаем коррекцию, затем пойдем вот в эту зону ликвидности. Здесь возможно даже с тестированием верхнего диапазона и после этого пойдем в нисходящем направлении. Собственно не вижу причин отходить от этого сценария. Рассматриваем его как основной, ближайший целевой диапазон 104.008-104.116 и более дальний 104.177-104.297. Таким образом будем работать. В случае если мы все-таки пойдем по альтернативному сценарию вниз и будем закрепляться ниже трендовой линии, тогда у нас здесь есть целая группа целей неотработанных. Первая это будет целевой уровень 103.188, находящийся в диапазончике со стоп-лоссами других участников рынка. И далее идет группа целей 103.101 уровень и диапазон 102.888-102.995. Будьте внимательны, иена очень вредная валюта. И после нового года при открытии рынка у нас возможен гэп, возможно какие-то супер волатильные движения. Поэтому рекомендую конечно же все сделки до наступления нового года закрыть. Доллар канадец продолжает двигаться в небольшом флейте, пока что не высказывает никаких идей по дальнейшему движению. Но мы продолжаем отрабатывать сценарий снижения. У нас есть ключевой уровень, он совсем близко находится. 1.28.008 это уровень. Тем более, что здесь у нас есть некоторые стоп-лоссы участников, поэтому цену туда будут немножко пододвигать. Здесь же соответственно сценарий у нас может быть следующим. Вот эта линия, трендовая линия поддержки сопротивления, несмотря на то, что она здесь была несколько раз перебита, еще может сказать свое веское слово, поэтому ее пока не удаляем. И, собственно, вот таким образом, оттестировав и целевой уровень, и линию поддержки, можем скорректироваться и пойти в восходящем направлении. Также у нас есть ключевой уровень 1.27.83, более дальний. Это уровень глубокой коррекции по отношению ко всему вот этому восходящему движению. И целевой диапазон 1.27.55, 1.27.77. Собственно, сценарий здесь будет такой. Доходим до уровня, коррекция, затем ложный пробой и уходим в восходящем направлении. То есть, ожидаем именно такого расклада. Если же мы пойдем с текущих позиций в восходящем направлении, то при закреплении выше вчерашнего локального максимума можно рассматривать дальнейшие покупки. Цели по восходящему направлению у нас также с вами есть, их достаточно много. Первая цель это 1.29.69, ключевой уровень. За ним идет диапазон 1.29.92, 1.30.14. Австралиец доллар продолжает двигаться в среднесрочном флете. То есть, в принципе, видим, что максимум мы последние 5 дней торговых не обновляли, минимум тоже не обновляли. Поэтому здесь у нас идея следующая будет. Мы немножко не дотянули до ключевого уровня. Здесь, как видим, тоже немножко не дотянули, но реакция была. Поэтому можно считать, что вот этот уровень у нас оттестирован. Если к нему будет подходить цена второй раз, лучше его не отрабатывать на отскок, на продолжение движения, а лучше дождаться хотя бы срыва вот этих вот небольших стоп-лоссов, которые образовались после вчерашнего вот этого пика. И в дальнейшем работать на восходящем направлении. Цели в восходящем направлении достаточно большие. В принципе, мы их отмечали с вами ранее. Первая цель у нас уже оттестирована вчера, оказалась. От нее, видим, была реакция порядка 60 пунктов, что очень даже неплохо. Теперь ожидаем подхода к следующей цели. Это диапазон 0.76.36, 0.76.53. И, возможно, зайдем немножко чуть подальше в него, поглубже. То есть сорвем стоп-лоссы, тестируем ключевой уровень по Fibonacci. И после этого пойдем в нисходящем направлении к нижним целям по ликвидности. Внизу цели это 0.74.87 уровень и диапазон 0.74.52, 0.74.70. Также здесь есть ключевой уровень 0.75.17, который является уровнем глубокой коррекции по отношению к вот этому последнему восходящему движению. Поэтому будьте внимательны, от него может цена отскочить, сделать какое-то коррекционное движение и затем только пойти в нисходящем направлении. По новозеландцу примерно похожая картина, однако новозеландец, в отличие от австралийца, походил более технично. Как мы видим, практически с минимальной погрешностью в полтора пункта мы оттестировали наш целевой диапазон, пролетели вниз порядка 53 пунктов и оттестировали следующий целевой уровень, который я отмечал вчера, 28 декабря, на утреннем обзоре. И пока что продолжаем двигаться в некотором таком накоплении на премаркете Европы. Цели у нас здесь примерно похожи, сценарий также восходящего движения основной. Здесь диапазончик у нас целевой 0.7155-0.7174. Стоп-лоссы находятся за этим диапазоном, поэтому здесь, скорее всего, сначала мы испытаем какую-то небольшую коррекцию, затем, возможно, пик и вынос стопов, затем движение в нисходящем направлении. То есть такой сценарий у нас будет основной. В случае, если мы пойдем в нисходящем направлении, то здесь, в принципе, тоже у нас все достаточно ясно. Цели внизу есть, но они по отношению к тому положению цены, которое у нас есть сейчас, достаточно далекие, поэтому вполне возможно, что мы перед тем, как свалиться к этим целям, сделаем какое-то коррекционное движение. Тем не менее, снизу уровень целевой у нас 0.70.01 и целевой диапазон 0.69.64-0.69.82. Золото. Золото вчера очень неплохо походило, волатильное движение было. Видим, что оттестировали мы границы наших зон, которые отмечали на прошлой неделе. То есть можно сказать в целом, что идея оправдалась. Более того, с того, как мы скорректировались, оттестировали два ключевых уровня, была на них реакция достаточно неплохая. Можно было эту идею торговую отработать. Сейчас у нас идея следующая. Вот этот уровень целевой мы оттестировали уже раз, оттестировали два, и сейчас цена пребывает во флете. Это значит, что если мы третий раз пойдем тестировать этот уровень, скорее всего, здесь его уже поддерживать станет быкам нечем. Более того, здесь проходит трендовая линия, поэтому при пробитии мы улетим к нижним целям. По алгоритму отработки вот этой формации так и должно произойти. То есть мы оттестировали цели сверху, теперь нам нужно оттестировать цели снизу. Поэтому ожидаем пробоя трендовой линии, снижение в нисходящем направлении. 1849.21, 1843.23, 1837.24 наши цели снизу, но от них уже пробуем заходить в покупки. Максимальные цели сверху, если мы все-таки будем пробивать импульсно и обновлять наши локальные максимумы, у нас отмечено на котировке 1925.38. Не думаю, что в текущем положении у нас золото сделает более какой-то мощный рывок наверх, но тем не менее можете отметить себе следующие цели на всякий случай. Это 1936.92, 1947.50 целевой диапазон и уровень 1945.06. То есть по структурному движению восходящему у нас пока что продолжается именно такой сценарий. Серебро. Серебро пребывает во флете с уменьшающейся амплитудой, то есть своего рода такой треугольник нам нарисовал, а сейчас на премаркете Европы как раз пробил его вниз. Так что пока что в короткосрочной тенденции интродэй рекомендуется придерживаться именно южного направления, тем более что золото, как вы понимаете, тоже туда смотрит вниз. Более того, здесь у нас остается не закрыт гэп, поэтому сейчас скорее всего мы пойдем его закрывать. Цели снизу у нас остаются прежними. 2503 целевой диапазон и зоны ликвидности. Это уровень 24.51 и диапазон 23.80-24.14. В случае, если мы все-таки развернемся и пойдем пробивать локальный максимум вчерашнего дня, здесь у нас есть цели по отработке вложенного дня 27.15, 27.49, 27.85. Такие цели по серебру. Нефть марки Brent вчера предприняла попытку перебить локальный максимум, но не получилось этого сделать. От верхней границы диапазона ликвидности мы отскочили и полетели вниз. Сейчас здесь идея у нас следующая. Все-таки с тем, что происходит в мире, мое личное мнение, что нефть больше смотрит вниз в краткосрочной и среднесрочной тенденции, чем наверх. Поэтому я бы рекомендовал придерживаться южного направления до уровня 50.06, отсюда уже зафиксировав часть позиций, дождаться отката и, возможно, усреднить позицию до следующих целей. Ближайшая цель у нас находится в районе 49.55-49.73. Более дальние цели также есть. Это 49, ровно 48.38-48.69. И доллар-рубль. Доллар-рубль. Через 4 минуты буквально открывается московская биржа. Начнется торговля. Но уже можно сказать, что мы пошли не по основному сценарию. То есть конвергенцию мы пока что полностью не отработали. Как мы видим, спустились до линии поддержки трендового канала. 73.77 наш ключевой уровень, вокруг которого мы сейчас пока продолжаем танцевать. Вчера движение было такое вяленькое. И здесь у нас идея следующая. Мы можем вернуться в трендовый канал. В этом случае с большей вероятностью мы пойдем еще ниже. К нашим, во-первых, вот этим целям 72.10-72.57. Но можем спуститься к еще более дальним целям. Насколько они будут дальние, мы посмотрим с вами после того, как обновим локальный минимум. И посмотрим реакцию цен на вот эту ключевую зону. Но уже можно сказать, что тенденция по доллар-рублю поменялась. И то, что прогнозировало большинство аналитиков, что мы закончим Новый год с ценой 80 рублей за доллар, уже, можно сказать, практически не оправдалось. До Нового года осталось буквально два дня. А фундаментальных подтверждений того, что мы вдруг можем лупануть наверх и достичь вот этой котировки 80, их объективно нет. Поэтому в данном случае, если мы будем ожидать какое-то восходящее движение, то это может быть максимум до наших целей по отработке конвергенции. Но учитывая то, что мы половину отработали, то есть эта формация у нас более не актуальна. Так что судите сами. Цели внизу более близкие, чем цели вверху. Поэтому стоит придерживаться южного направления и торговать аккуратно с небольшим стоп-лоссом. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Еще больше надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Встретимся в следующем году. Всем хороших праздников. Счастливого Нового года. Пока.